Меня зовут Мария Киселева, город Владимир, салон белья танго. На данный момент салон 1, 81 квадратный метр. Я уже прошла курс сам себе брать фитер. Татьяна Кускалова, решаем наши знания. Итак, я наконец-то получила сертификат, я это очень рада. Сейчас мы ждем сертификат европейского образца. И, конечно, я рада буду представить вам, что многое из моего опыта теперь будет находиться в моем салоне. Разные модели. Все это будем примерять и показывать на клиентах ошибки, которые они совершали до этого. И как необходимо подбирать бельгой. А этот сертификат я повешу на самое видное место, рядом с нашими фотографиями, с фотосессией. Спасибо. И хотела бы рассказать, с чего все началось. Здравствуйте, уважаемые брофитеры. И сегодня мы с вами разбираем урок основания груди. Началось все с того, что были обычные небольшие точки продаж. Естественно, ни про какой брофитинг тогда мы не слышали. Ну и работали, как работают стандартно, на 10, 12, 15 максимум размера. Женщины настолько многообразны. Они многообразны везде. Поэтому появилась необходимость. Были запросы от клиентов, которые хотели необычные размеры. Я их называю уникальными. Когда это 80А и 80Джокер, 85А или даже 95Джокер. То есть эти размеры, в принципе, в стандартных классических линейках не найти. И приходилось искать какие-то варианты. Но когда таких клиенток начал набираться довольно много, и они были молодые, которые не хотели бабушкин липчик. Вот тут уже встал вопрос о чем-то более интересном. Я начала рассматривать польские бренды, премиальные латвийские бренды. И после того, как начала их заказывать, встал вопрос все равно обучения. Потому что мало услышать размер от клиентки. Она очень часто себя намерила на какой-нибудь меловице или в чем-то там белорусском, которое жидкое, хлипкое и не понимает вообще, что она носила это три года назад. А на данный момент у нее совершенно другой размер. Поэтому в любом случае необходимость обучения появилась. Ни для кого не секрет, что бюстгальтеры бывают разной формы. И в зависимости от формы вашей груди, вам будет подходить определенная форма бюстгальтера. Это абсолютно нормально. Не бывает совсем, как сказать, универсальных бюстгальтеров, да, так как не бывает и двух одинаковых женщин. Каждая из вас индивидуально, соответственно, под каждую форму груди нужен свой бюстгальтер. Мы сегодня с вами рассмотрим формы и вообще виды бюстгальтеров по типам, по фасонам, как в европейской системе, так и в британской системе, для того, чтобы вы могли ориентироваться, если вдруг вам придется работать с английским производителем, да, у них немножечко формы называются по-другому. Ну и в том числе это огромный плюс отстроиться от конкурентов, потому что у нас в городе этого нет ни у кого. У нас в этом плане есть большой плюс. Это еженедельные сессии, то есть мы встречаемся и на конкретных женщинах смотрим особенности посадки определенных чашек, определяем форму ребер, немаловажный аспект, определяем форму груди, высоту посадки белья, что может подойти конкретно к этой женщине. Это очень удобно, потому что когда ты работаешь, начинаешь, например, ты, возможно, все разнообразие не видел, да, там фтозы и все эти особенности другие. Если ты уже долго работаешь, ты уже можешь сказать, о, замечательно, я это видел, я подобрал такого рода чашку, это село, где-то я недоволен. И Татьяна как раз-таки подсказывает и объясняет, почему талийная чашка будет садиться на определенную группу. То есть это не просто методом тыка, как привыкли все раньше, а это именно про подбор по необходимости женщины, по ее запросу и по ее особенностям, физиологии, особенностям груди. В этом уроке мы с вами разберем, как же определить, собственно говоря, ширину и высоту основания. Рассмотрим на реальных примерах на разных девушках. Я думаю, это будет самая такая интересная часть урока, интерактивная. И, соответственно, от ширины основания будет зависеть, какой бюстгальтер мы будем подбирать, с какой шириной костей он необходим для каждой конкретной девушки. Если мы выбираем с вами узкие кости, но при этом у девушки основание широкое, можем столкнуться с тем, что косточка впивается, либо ей, если еще, например, роз невысокий, косточка впивается ей в подмышку, либо давит прямо на ткань молочной железы, что уже само по себе нехорошо. Раз там есть давление, значит, организм в ответ начнет создавать уплотнение. Уплотнение – это меньшая циркуляция крови. Ну и, соответственно, что из этого выйдет, одному богу известно. До 35 лет все-таки в груди больше преобладает железистая ткань. После 35 лет она начинает преобразовываться в жировую. Жировая еще больше подвержена миграции. Поэтому неправильное расположение костей, неправильная форма бюстгальтера приводит к тому, что грудь начинает просто-напросто деформировать. Поэтому был куплен курс. Я его немножечко чуть позже из-за своих личных особенностей проходила. Там много уроков. Они записаны для вас. Очень удобно проходить, когда ты хочешь. Домашние задания определенным образом выполняются. И, в общем, каждый раз, если что, можно вернуться, подстраховать себя, что-то перечитать, где-то посмотреть визуально, что-то не понял, или на чем-то не застыкал внимания. Потом это для экзамена будет очень-очень важно. Да, экзамены – это необходимая часть. Потому что если вы просто купили курсы, в конце хотите корочки, так не выйдет. В любом случае вам нужна практика. И в любом случае вы должны получить весь спектр знаний, которые вам изложили. Их там много. Ну, что я хотела бы сказать, кому этот курс подойдет. Я думаю, что это не просто обычным женщинам. Он им тем более необходим. Это все понятно. Ну, и, конечно же, собственникам бизнеса. Вы должны понимать, как построить вообще ассортимент, товарную линейку. Она будет очень сильно зависеть от того, есть у вас знания по графитингу или нет. Потому что до этого вы могли считать, что вам нужны только три, там, четыре марки. Или вы вообще работали только в рамках одной марки, что категорически неверно. Вот. Но после курса становится намного более понятным, что вам нужно в свой салон, магазин, что вы еще не привезли. Возможно, вам придется это разбить по сегментам, по моделям. Но обязательно вам советую пройти курс и на себе все это изменивать. Итак, по окончанию этой недели у вас должно быть пройдено, как минимум, три урока. Я очень прошу, кто не успевает, догоняйте, будет очень тяжело. Своих партнеров, своих франчайзи, я прошу, милые, пожалуйста, не затягивайте с прохождением курса. Я без пройденного курса разговаривать с вами по матрице не могу. Потому что это как слепой с глухим. Поэтому давайте ускоряться. На самом деле подбор формы – это последний по сложности урок. Дальше все будет гораздо проще на лайтове. Все, у нас с вами осталось 30 секунд. Спасибо большое, что вы нашли время, пришли на эфир. Жду ваши домашние задания. Завтра встречаемся в 9 вечера по Москве. Приготовьте зеркала. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова